Привет мастера тема нашего видео сырость в бане и как это зависит от топки в какую из комнат она выходит бывает топка выходит в комнату отдыха бывает топка выходит в саму парную или в моечную вот видите у нас баня в разрезе печь и вот мы поддаем на камни воду чтобы вышел пар для того чтобы в парной можно было париться без воды получить такую температуру в парной невозможно когда просто заходят в парную когда на каменку еще не подавалась вода то это состояние называется сухой пар он может быть конечно довольно таки высокий но и выше его никак нельзя сделать но быстро он теряет свои силы значит добавив воду на камни горячий пар поднимается окутывает тело палильщиков можно спокойно париться но от чего эти камни вообще бывают горячие от чего пар то образуется на камнях от того что в печи наверное огонь горит и вот это вот то что огонь горит он же естественно дым выдает в трубу а в печь подается воздух для того чтобы этот огонь элементарно горел так вот эти вот свойства печи тянуть воздух из помещения бани для огня и в трубу мы возьмем для того чтобы понять почему два помещения под номером 1 и под номером 2 могут иметь совершенно разную влажность и как с этим бороться вот представьте мы опять же повторяемся подаем воду на камне пар окутывает вот это парное помещение наше это значит помещение теперь становится очень влажно обратите внимание топка на бане представленной в разрезе выносная и выполнена из моечного помещения значит влажность у нас образуется в парном помещении воздух для горения огня в печи поступает из моечного помещения значит вы должны понимать что в таком случае эффективно проветривается от влажности моечное помещение а парное помещение у нас представляет некий получается такой парогенератор который выдает много пара пар естественно имеет некоторое давление и даже поступает со всех щелей не только наружу бани но и другие внутренние помещения бани чтобы избежать этой ситуации когда топка из печи вынесена в другое помещение и никак не проветривает и не подсушивает помещение парное многие конечно считают что проветривание парного помещения это какая-то глупость и что это снижает тепловые показатели на самом деле это очень большое заблуждение и лучшим таким вот устройством которое проветривает парное помещение является конечно же сама печь которая может топиться из парного помещения или же у печи может быть выполнено некоторое приспособление которое горячий мастер представляет вашему вниманию вы можете несколько доработав свою печь использовать его и в своей бани в которой печь установлена стопкой не в сторону парного помещения но вот вы поймите самый главный смысл если вы подаете воду на камни в парной то пар образующийся он же получается как бы взрывается он повышает давление атмосферы в парной самой и воздух из парной поступает во все другие помещения также увлажняя если бы было такое устройство которое также дополнительно по вашему желанию могло забирать часть воздуха из парного помещения уже с нижнего уровня у пола в печь когда вам это нужно было бы более удобно контролировать состояние влажности в парной и проветривать ее когда вам нужно для этого мы предлагаем вам использовать одно из устройств которые мы применяем во многих печах длительного горения и о которых очень много говорится в наших видео вот посмотрите получается мы с вами должны взять обычный регулятор тонкий регулятор подачи воздуха в печь длительного горения вот он у нас есть у нас видео вот фрагмент из этого видео вам показываем значит вот такой вот регулятор мы предлагаем просто вварить задней части вашей печи как раз со стороны обращенной вашу парную тогда открыв его вы прекращаете доступ воздуха со стороны двери печи и получаем новые свойства теперь уже горячий влажный воздух парной циркулирует от печи к потолку бани слегка остывая опускается к полу и вот так вот постоянно происходит движение вот этого горячего но и влажного воздуха и в этом случае если произведена некая модернизация печи и врезан вот этот вот дополнительный регулятор подачи воздуха в печь со стороны парной вы понимаете что через него дрова в печь подкладывать невозможно значит это просто некое устройство которое будет у вас располагаться со стороны парного помещения которое вы можете открывать когда вам нужно в таком случае вы должны будете закрывать полностью подачу воздуха со стороны двери со стороны топки самой этой печи и в этом случае весь воздух может подаваться со стороны парного помещения для горения дров в этой печи что эффективно будет проветривать ваше парное помещение печь будет также энергично активно гореть вы можете более четко ее регулировать камни будут также эффективно нагреваться будет выдавать печь пара достаточно для того чтобы парится парном помещении но избыточного давления пара и влажного воздуха в этом помещении уже не будет пар или влажный воздух не будет поступать другие комнаты из-за того что давление в этой комнате больше а наоборот это комната будет иметь по сравнению с другими кому слегка меньшее давление потому что тяга трубы создает некоторое свое разряжение и таким образом вы будете даже в процессе парения удалять излишки пары и влажности за пределы вашего парного помещения давайте теперь рассмотрим эту ситуацию на схеме бани состоящей из трех отсеков вот перед нами бани из трех отсеков из предбанника моечной и парной в данном случае парная и топка расположены в одном помещении вот красным цветом у нас выделено значит чтобы печь горела в топку должен поступать воздух и значит вернее дверь топки ориентирована в парное помещение вот видите воздух теперь минуя предбанника моечная поступает в печь для того чтобы печь горела и дым просто тянуло из трубы происходит проветривание всех трех помещений если же у нас топка обращена вот в моечное помещение значит видите теперь красным выделено моечное помещение топка если обращена в это моечное помещение значит баня наша опять работает уже немножко неверно воздух также поступает через два отсека в печь а сама парная превращается в очень влажное насыщенное паром помещение это к тому же выдающая влажность в предбанник и в остальные комнаты то есть давит пар со всех щелей при этом парная вся мокрая может быть и нужно понять самое главное что если ваша парная осталась после прошлой бани совсем мокрая значит следующему разу она подойдет и станет влажнее и еще мокрее что приведет к образованию плесени и прочих гадостей которые вам совершенно не нужны если парная не успевает просохнуть если она постоянно накапливает продолжает от каждой топки от бани к бане от каждой вашей помывки от каждого вашего парень получать все больший запас влаги в стенах и в уплотнителях и в утеплителях значит эта баня долго не прослужит тем более что воздух она не то что не пропускает свежий воздух сквозь свои стены а наоборот выдает влажный воздух сквозь свои стены наружу и в соседние помещения то есть постоянно пропитывая весь вот этот вот либо пирог утеплителей либо всех вот этих изоляций если же в печи установлен вот этот вот регулятор подачи воздуха в печь то вот это некоторое разряжение будет позволять воздуху постороннему сухому стремится войти в парное помещение тем самым проветривая все вот эти вот щели уплотнения и пирог утеплителя что очень важно поэтому мы предлагаем вам очень дельный совет который продлит срок службы вашей бани подведем итог если дверца топки вашей печи обращена какое-либо другое помещение не в парном находится помещение значит вы должны задаться вопросом куда же девается весь вот этот объем влажности который вы в итоге выльете получается целая бочка воды которую вы выливаете на камни вода испаряется и в виде пара уже оседает где-то в ваших стенах наши советы в данном случае рассчитаны на тех людей у которых баня не имеет устройства теплого пола горячий мастер который о котором мы говорили в одном из видео вот ссылка на это популярное видео это видео рассчитано на тех у кого полы абсолютно отдельные всех помещений могут быть выполнены быть как с утеплением как и без но в данном случае мы с вами говорим о том как устранить лишнюю влажность при помощи тяги печи вот посмотрев на картинку вы должны сами себе задать вопрос куда же у меня в бане девается вот эта вот огромная бочка воды который постоянно подается ковшиками на каменку и если вашу печь установить дополнительный регулятор подачи воздуха то это немножко изменит ситуацию в положительном направлении и вы сможете уже париться помещение которое хорошо опроветривается и также я вам хочу сказать если кто-то думает что можно врезать окно в парной где-нибудь под потолком и открывать его для вентиляции то могу вам четко заявить так как воздух в парном помещении очень горячий и если вы открываете окошко верхней части вашей парной для удаления этого воздуха горячий воздух стремится улететь в небеса и это явление будет конкурировать с тягой вашей печи ваша печь может терять возможность эффективно гореть выдавая температуру может гореть но вяло и если вы будете устраивать дополнительные вытяжные устройства из парного помещения которые будут при помощи вентиляторов тянуть воздух из вашего помещения все эти устройства будут создавать конкуренцию вашей печи которые не только если топка обращена в само парное помещение а даже в соседнее помещение любые вот эти вот принудительные вентиляторы они создают конкуренцию работе печи потому что уже тянет на улицу не труба а какой-то вентилятор и печь уже не может работать нормально потому что происходит вот и как я говорю вот борьба между вентилятором и тягой самой печи это все нужно учитывать слушайте советы умных людей подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал